Привет, дорогие друзья! Сегодня опять хочу ответить на ваш вопрос и поделиться рецептом мастики, который я пользуюсь, когда мне нужно сделать что-то, а у меня специальной мастики, допустим, для этого нет. Этой мастикой можно и покрыть торт, и сделать какие-то незамысловатые цветы. Здесь и младенец, и листья из мастики на капусте. То есть, она очень фактурная, хорошо держит форму, вы видите, вот бантик из мастики прекрасно стоит. Может, на какое-то время я туда салфетку внутрь положила, чтобы хорошо стояло и все. То есть, мастика эта в приготовлении очень простая. Я сейчас взяла мелкий желатин, он у меня очень быстро набухает, буквально там за пару минут. Я залила его водой, хорошенько размешала и отставила. Тем временем, пока он у меня набухает, просею сахарную пудру. Я уже, наверное, последние года 2-3 пользуюсь только одной сахарной пудрой у нас в Украине. Это бонзай, больше другой я какой-то мелкой супер не нашла. Теперь смотрите, в этот раз буду добавлять мед для тех, у кого нет специальных приспособлений. Но очень часто в эту мастику я кладу патоку вместо меда. По количеству точно так же. У нас просто по цене в городе патока стоит точно так же, как мед. Поэтому разницы никакой, только цвет будет полностью как бы белый. В общем, я взяла мед, добавила и растопила все это добро в микроволновке. Смотрите по своей микроволновке и желатину. Желатин должен полностью разойтись. Если вдруг у вас какие-то крупинки, процедите сквозь сито. Взяла вот кусочек лимончика небольшой и выдавливаю с него сок. Это буквально где-то пол чайной ложки у меня сока лимона еще сюда. Он нужен для того, чтобы не так кристаллизировался у нас сахар. И размешиваю это все добро ложкой. Так как у меня в этот раз здесь мед, мастика довольно липучая. То есть, поэтому сейчас вот на этом этапе пользуюсь ложкой. Потому что потом будет все на пальцах. Размешиваю и потом начинаю уже вмешивать сахарную пудру руками. Изначально всыпаю сюда 300 грамм сахарной пудры. Может даже иногда чуть-чуть поменьше. А потом уже на подмесе смотрю, сколько мне нужно для того, чтобы мне удобно было работать с мастикой. После того, как я ее замешала, вы видите, она еще такая как молочная. И ее нужно хорошенько помесить где-то минутки 3-5. И она у вас станет светлее, белее даже с медом. А если вы будете делать с патокой, то вообще она как бы изначально у вас будет белая. Посмотрите, вот она у меня стала белая. Если вы не хотите больше добавлять сахарной пудры, подпыляйте крахмал. Посмотрите, какая она плотная, красивая. С нее можно делать какие-то несложные цветы. Но заметьте, что сохнут они довольно долго, поэтому делайте заранее. Если вам нужно что-то лепить, оставьте лучше мастику на сутки, а через сутки лепите какие-то фигурки. В общем, рецепт очень универсальный. Обязательно поставьте палец вверх. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok